Поэты, которые пишут совсем без любви к России, там можно встретить стихи, которые зовут, так сказать, терроризм и чему угодно. Их, конечно, не переводят, но, тем не менее, так сказать, понимаете, раньше этого вообще не могло произойти, а теперь это происходит. И вот, вы знаете, когда были переводчики, Тарковский, Новым Гребнев, Козловский, много было замечательных переводчиков, Елена Николаевская, и вот при двое этих переводчиков был такой человек тогда, он продолжает, сейчас, слава Богу, вот рядом со мной стоит Геннадий Фролов. Он очень много переводил, я тогда работал в «Зайском современнике», как раз издавал всех вот этих наших национальных поэтов. И Геннадий Фролов, и тогда еще Юрий Кузнецов, вот были такие вот, знаете, почтовые лошади, так сказать, переводы, так сказать, любую книгу любому поэту можно было дать, но они, конечно, языков, так сказать, не знали и не знают, вот, это перевод с подстрочника, но порой перевод с подстрочника бывает даже лучше оригинала. Вот, это показал нам, так сказать, Пастернак, вот, так что это такое тоже происходит. И вот сейчас я, значит, буду награждать Геннадия Фролову, я скажу, что он перевел не менее 50-70 поэтов наших национальных, переводил романы, пьесы, детские произведения, вы понимаете, и это все было очень-очень качественно, это очень качественно. Почему? Потому что еще, кроме всего прочего, за это хорошо платило государство гонорар. Когда платили построчно, все это было замечательно, сейчас государство сказал, нет, не будем мы, так сказать, платить больше гонорар, ищите спонсоров, ищите кого-то еще, чего-то еще. Ну вот, благодаря такому благотворителю, как Дмитрий Мизгулин, появилась вот эта премия. Мы пытаемся как-то, так сказать, возродить это дело, мы проводим разные совещания, разные семинары, разные круглые столы по переводу. Но все равно, когда нет гонорара, это дело жить будет только на энтузиазме. На энтузиазме, так сказать, переводческое дело жить, в принципе, долго не может. Оно будет существовать какими-то сегментами небольшими, какими-то отрывками. Так что, друзья, я сейчас поздравляю Геннадия Фролова, сам он по себе, вы знаете, я считаю, что переводить может только хороший поэт. Геннадий Фролов – очень хороший русский поэт, и я прошу его сейчас почитать, кроме всего прочего, свою стихотворение. Геннадий Фролов – очень хороший русский поэт. Геннадий Фролов – очень хороший русский поэт. Поэтому, как говорит Денис Игоревич, я прочитаю своё стих поведение, чтобы не утомлять, не о городах и не о сёлах, не о том, что прежде и потом, а о цветах, о бабочках, о пчёлках, больше не о том, не о мной, измолченных подруге, не о друге и не об отце. О цветах, проснувшихся в испуге, с крупными слезами на лице, не о маме с бабушкой, лежащей, с вечной печатью на уста, обеспеченных бабочках, сидящих на кустах, окрадах и крестах, не о людях, живших и живущих, пусть другой слова о них найдёт, О бесстрашных пчёлах, берегущих, смерть следов, сгустившихся в мёд, не о городах и не о сёлах, не о том, что прежде и потом, а цветах, о бабочках, о пчёлках, больше не о том. Аплодисменты. 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 �а. Потрібли с injuries его времени. Почти, когда могут criedes тоненькое. Аплодисменты. Почти, одни мировые秋. П anni, вы нак思лили, всё их называются, между целью. И,s改靖, те я опятьäsны, облик pretended and this change Bay of ao mayot, но я понял, что, I54, тебя награждает замечательного эксперта в области русской литературы. И здесь тебя, видимо, благодарят за то, что ты итальянцем в своё время помог разобраться в неких проблемах русской литературы. Я к теря agency. Я приглашаю сюда Дмитрия Безболина, нашего, так сказать, поэта, мыслителя и благотворителя, который тоже хочет вручить. Последний лауреат нашей премии 2018 года, Алексис Парнис. Он награждается за антологию поэзии «Русский паранас» и более чем 60-летнюю переводческую деятельность. Поздравить лауреата Дмитрия Стасовича Мизболина. Дмитрия Безболина. 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 Каждый из вас может зазвучать на греческом языке.